Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания. Сегодня я немножко расскажу о своей, так скажем, загадочной работе, поскольку, судя по комментариям, многие не понимают, что я делаю на Лазурном берегу и почему я так часто туда езжу. Поскольку поступают такие комментарии, что люди желают отдыха хорошего, отпуска и так далее, так далее, так далее. И вторая часть комментариев, это идет, что, ну, немножечко с такой подковырочкой, что вот ты, значит, говоришь, что вы самая обычная среднестатистическая семья, но, тем не менее, еженедельно вы делаете вылазки на Лазурный берег, и ты плачешься о ценах, что там дорого, но, тем не менее, продолжаешь ездить, продолжаешь показывать, какие вы там апартаменты, квартиры, коттеджи, виллы снимаете. Ну, в общем, чтобы прояснить ситуацию, и как бы, ну, я понимаю прекрасно, что у меня у всех есть время просматривать видео от начала, когда я еще только-только начала снимать, и где я объясняла, кто я, что я, и почему я на данный момент домохозяйкой не работаю, и потом, когда я объясняла, почему я начала работать, и про то, что дочку в садик. Ну, в общем, сейчас я все потихонечку, поликонечку разложу по полочкам. И начать бы я хотела с такого комментария вопроса. Мне его задала одна подписчица, и звучит это вот так. Лилечка, а зачем ваш муж требует вашего сопровождения в его командировках? А если бы вы работали, то что? Ну, как я понимаю, что люди или не слушают меня внимательно, или, может, я как-то так говорю, что то, что я езжу туда на работу, как-то это все пропускается мимо ушей, и видя, что мы гуляем с Миленкой, что мы ходим на пляж, что я там показываю какие-то улочки, и создается впечатление, что у нас какой-то отпуск безграничный, без срока, что мы постоянно отдыхаем, и что даже поступали такие вопросы, что сколько же длится отпуск у французов, что вы постоянно, постоянно, в общем, отдыхаете уже два месяца. Первая поездка, да, действительно была связана с моим заболеванием, и как бы я ехала туда чисто отоспаться, поскольку я как раз только-только вышла на работу, много изменений произошло в жизни. Как вы знаете, мы переехали, ну, в общем, очень много перемен, и в связи с этим, наверное, организм сдался и показал свой характер, и поэтому мы решили как бы все это перевернуть, и чтобы я сменила обстановку. Но поскольку, сразу говорю, вот меня спрашивают, кто у вас по специальности, я скажу так, я строитель, я декоратор помещений, и еще я немножечко параллельно занимаюсь ландшафтным дизайном. Ну, это, если как попросту говорят, ты садовник и ты маляр, чтобы не было у людей там каких-то, но опять не возникали такие вопросы, что я там, я не знаю, какой-то архитектор или там, нет, этого нету, но поскольку я разговариваю на английском, поскольку я разговариваю на русском, на украинском, немного владею итальянским, немного владею польским, и немного понимаю на словакском, то мне приходится работать еще и в качестве переводчика, поскольку материал, который мы заказываем, мы заказываем в разных странах, и, естественно, доставка идет из этих стран, и приходится общаться с поставщиками и с водителями, которые это привозят. Это первое. Затем, почему все-таки Лазурный берег? Дело в том, что на данный момент у нас там очень крупные объекты. И спасибо, конечно, что я тоже имею возможность поработать там, и как бы это не мое сопровождение моего мужа в командировках, я езжу туда по работе, как и он. И что касательно Миленки, как я тоже уже много раз рассказывала, у ребенка нет постоянного фикс-пляса, он называется во Франции, постоянного места в садике, и поэтому нам приходится брать ее с собой. Вот те, кто мне писали, говорили, что это ненормально, отдать ребенка в садик в два года. Видите, как получается? Нормально, не ненормально, а ребенок ездит и на объекты, ребенок ездит и на склады, ребенок ездит и в магазины. В общем, получается так, что ребенок тоже работает. И как бы отпуск, отдых, вернее, здесь идет как бы сопутствующим вариантом, поскольку если работа в таком красивом, прекрасном, шикарном месте, то, естественно, мы свободное время используем, чтобы отдохнуть, поскольку, как бы, скажу честно, вот мой супруг, он в отпуске, в нормальном отпуске, пятинедельном, не был уже с 2011 года, что мы как-то выкраиваем, там неделю, там 10 дней, там какие-то пасхальные каникулы, там рождественские каникулы, и как такового отпуска у нас, в принципе, не получается, поскольку, и поэтому, как бы, вот мы совмещаем приятное с полезным. Ну, и тоже вот касательно комментариев и вопросов. Вот я когда прочитала, у меня, как бы, такая первая мысль была, что вот почему ваш муж требует. Ну, а если, вот знаете как, если бы вот ваш муж, такой вот негодник, пришел бы и потребовал от вас запроводить его в командировку, на Лазурный берег, где вы будете ужинать в ресторане, ну да, готовлю в обед я сама дома, плюс еще есть возможность взять с вами ребенка, плюс возможность посмотреть новые места, где вы не были, и такие знаменитые места, и такие красивые места, и насладиться шикарным морем, плюс есть возможность ходить на пляж, и видеть всю вот эту вот красоту. И я вот не понимаю, вот если честно, вот девушка или женщина, которая писала этот вопрос, но как муж может требовать? Вот, вы знаете, мне кажется, каждая из десяти женщин, жен, у которой бы муж потребовал сопроводить его в командировку на Лазурный берег, мне кажется, все десять согласились бы. Так что даже если бы он требовал, и я честно скажу, если бы были такие требования, я бы только была за. Но приходится не просто сопровождать, а приходится и работать. Но, скажу честно, я этому очень довольна, поскольку у меня был достаточно длительный перерыв в работе, и я не тот человек, который будет рад оставаться дома возле кастрюль, тарелок, поварежек и со шваброй в руках. Я люблю домашнюю работу. Мне нравится этим заниматься, но не ежедневно и не 12 месяцев в году. Тем более, что я очень люблю свою работу. Потихоньку, конечно, сейчас немножко напряжно, поскольку объекты далеко от дома, и в связи с переездом приходится очень много разбирать, убирать, приводить все в порядок. И, скажу честно, я не успеваю, и тоже признаюсь, что на данный момент я прибегаю к услугам помощницы по хозяйству. И даже наняла фирму, которая будет полностью убирать старый дом, приводить там все в порядок и так далее, потому что я практически не справляюсь. Я человек такой, ну как сказать, достаточно откровенно говорящий обо всех вещах, и поэтому, как мне казалось, я все смогу, я все сумею, но ты не можешь быть одновременно в двух местах. Так что вот такой вот мой ответ на ваши вопросы, которых множество было под тем видео. И отпуск, как я уже сказала, нормальный отпуск у французов, он 5 недель в год, плюс какие-то небольшие каникулы, как я уже сказала, пасхальные, рождественские. И относительно того, что же я такого загадочного делаю, на Лазурном берегу я отвечаю, я строю, и по мере надобности даю услуги переводчика. Ну вот и все. Так что работа работой, отдых отдыхом. Конечно, у нас вот на август тоже намечается бизнес-поездка, которая тоже будет на море, и надеюсь, что хотя бы из половины месяца, который мы планируем провести там, хотя бы несколько дней, мы просто-напросто всей семьей проведем спокойно, на море, на песочке, на пляже, с друзьями. И что это не будет связано только с работой. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения и только положительных эмоций. И до новых встреч. Пока-пока.